Привет, друзья! Это у нас четвертое видео о кораблике своими руками для завоза прикормки. Практически мой кораблик готов. Немножко продемонстрирую его и расскажу плюсы и минусы, которые я уже в нем обнаружил. Которые буду со временем что-то менять, что-то делать и буду все, конечно, снимать и все вам покажу. Вот так, я установил на переду у него здесь кнопку, кнопка включения. Установил антенну, вот такую, для улучшения дальности радиоаппаратуры. Проверил на дальность. Сейчас порядка 150 метров, 100% работает, дальше еще не пробовал. Но это проверим скоро. Так, сделал уже бункер, который уже работает. Тоже есть небольшие минусы, а именно в том, что выгрузка идет не на 100%. Это сейчас я тоже продемонстрирую, покажу. Коротко, значит, давайте вот, смотрите, я вам продемонстрирую. Сейчас я его включаю. Вот прозвучал сигнал. Включаем аппаратуру. Вот, как мы видим, сработала выгрузка. Сейчас вот так будет виднее. Вот, нажимаем выгрузка. Вот, как видите, идет немножко, не хватает градусов 20. Значит, серва у меня работает на 60 градусов. Надо было серву брать на 80. Тогда, я думаю, этого вопроса не было. Ну, мы тут, можно будет что-то придумать. То ли, еще добавить пластину, увеличить угол. Объем тут порядка 2 килограммов. Килограмм 100% выгружает, больше не пробовал. Хотя, можно сейчас будет попробовать, посмотреть, будет он выгружать или нет. Так, что еще хотелось. Ну, сейчас я полностью развинчу болты. Посмотрю, покажу, что у меня установлено уже внутри. И расскажу, какие минусы есть именно, ну, не по аппаратуре, а по приводу. Ну, так, самокрышка у меня крепится на 6 винтах, саморезах. Ну, в будущем мы сделаем здесь шпильки. Здесь какие-нибудь быстросъемные закрутки поставим, чтобы можно было ее снимать. Крышка просиликонена. Садится она на силиконовая такая прокладка, которая уже сразу, она получилась и приклеилась у меня на данную крышку. Крышку, крышку немного покрасил. Так, не сильно, конечно, и красиво получилось, но это потом в будущем можно будет исправить. Так, что еще? Ну, сейчас мы еще раз продемонстрируем работу. Так, включаю еще раз пульт. Так, выгрузка у нас. Так, все, кораблик готов. Так, теперь давайте обороты. Так, куда-то у нас будет вперед, куда-то назад. Небольшая вибрация есть, так как сама муфточка разного диаметра. Тоже сейчас заказал другую, поставим другую, чтобы убрать вибрацию. В воде вибрации практически нет, но сейчас тоже можно будет опустить ванну, не ванну, хотя бы в воду посмотреть. Вот, послушайте, именно как она работает. Сразу скажу, что регулятора здесь, который установлен 25-амперный, его не хватает. Так, как он у нас на 2С идет, это напряжение с 7,4 до 8 вольт. Двигатель у нас рассчитан на 11 вольт. Он не развивает свою всю мощность. Может быть, за этого и не хватает мощности развернуть вал. Хотя, я уже и попробовал, поставил самодельную двухлопастную. Трехлопастную у меня стоял на 36 в диаметре, поставил примерно на 27. И все равно в воде не хватает мощности. Провел эксперимент, попробовал, подал с плока питания на регулятор 9 вольт. И тогда мы сразу, у меня ток на двигатель вырос до 6,5-7 ампер. Так как сейчас, без нагрузки я кручу, 2,5 ампера. Под нагрузкой я не пробовал, но это можно будет тоже потом вследствие замерить. Ну так, сейчас мы его разберем. Я покажу, как оно у меня там разместил внутри. Что у меня здесь внутри? И, значит, все делал на термоклее. Сделал вот такой вот рычаг. С такую станину жести выгнул. На термоклей посадил серву с рычагом, которая выгружает. Вот, кстати, сюда серву надо желательно на 80 или на 90 градусов, чтобы она глубже производила выгрузку. Так, сам двигатель посадил вот в такой радиатор с под процессора от компьютера. Просверлили отверстие мне на 24. И он с фольгой плотненько туда зашел и без никаких креплений хорошо там сидит. Сам радиатор крепится тоже на термоклей. В любой момент можно феном нагреть, вытянуть, поменять что-то. Это чем удобно. Значит, почему посадил на радиатор? Так как он грелся прилично и грелся очень регулятор. Регулятор тоже я посадил на такую болванку алюминиевую. Вот, полностью открутил старый радиатор, прикрутил новый, тоже под винты сделал. Он тут у меня плотно на термопасту сел. Значит, сейчас какую нагрузку не даешь, даже когда уходит в защиту, полностью, можно сказать, холодная здесь. Может, еле-еле нагревается, но как-то даже не замечал. Так, ну тут что у нас? Ну, там вывел антенну, провода на включение. Вот, ну, серво руля уже видели. Такую планочку сделал для батареи, которая здесь плотненько держится. Я думаю, больше не надо. Можно еще добавить такую же самую с другой стороны и поставить две батареи. Вот, значит, придет регулятор на 11, на 12 вольт, на 60 ампер. Попробуем, не меняя двигатель, посмотрим, что выдаст этот мотор. Вот, и батарею поставим на 12 вольт. Можно будет их потом поставить две. Вот так вот оно внутри все. Ну, давайте сейчас еще раз включу, посмотрите, как оно получается внутри. Так, берем пульт. Так, все включили. Да, надо будет еще, конечно, вывести сюда, где-то вывести защиту от того, от просадки напряжения. То есть не от просадки, а контроля заряда аккумулятора в случае, когда он будет садиться, чтобы... Или звуковой сигнал оповещал у нас. Ну, посмотрим, что-то придумаем. Вот так, включаем. Так, это у нас сразу серво срабатывает. Так, мотор. Ну, вот так вот оно получилось. Все вот это на термоклее сидит. Тоже в любой момент, если даже нужно будет поменять вал, мы его просто феном макновенным разогреваем и достаем сам вал. Ну, все можно достать. Ничего не круче. Думал сразу заклеить это все. Ну, потом бы сложно было бы это все выковырять. Ну, вот так вот. Так, что еще? Ну, сама коробочка. Сделал в ней вот такой вот разрез. Так, если видно. Сейчас попробую. Вот такой разрез, чтобы здесь сам рычаг ходил здесь. Не делал я сбоку. Вот. Сюда сам коробок заходит рычаг. Ну, сейчас я, наверное, соберу и покажу. Лучше, понятнее было. Ну, и так, закрутил я винты. Значит, вот смотрите. Вот этот рычаг. Ну, здесь тоже стоит скоба. Ну, чтобы не дать провалиться. Вот одеваются. Вот здесь есть отверстие. Одевается эта крышечка сюда. И фиксируется черной скобой. Вот. И все. Вот так вот получается. Ну, сейчас еще раз продемонстрируем. Ну, все работает. Так, ну, сейчас подложу, что-нибудь. Ну, вот так вот будет виднее. Вот, в принципе, вот так оно все работает. Так, я пойду посмотреть. Вот. Выгрузка, получается, не до конца. Ну, приблизительно сделаем вот такой вот угол. Я думаю, бункера здесь хватит, чтобы поместить сюда килограмм. А то и может и больше. Так, ну, давайте, может, сейчас покажу, как производится сама выростка. Так, сейчас. Ну, я взял вот килограмм сахара. И можно вот так положить, чтобы нагрузка больше наперед была. Вот. Ну, сюда килограмм это 100% будет вмещаться. И так, давайте я продемонстрирую именно выгрузку. Все. Это все нормально выгружено. По самому рулю, значит, он у меня был пластиковый. Вот такого вот размера, чтобы было понятнее. Коротенький. Значит, что я сделал. Вырезал две пластины из жести. И на термоклей их посадил. Этим же увеличил площадь самого руля. И его длину. Чтобы руль немного выступал ниже вот этой трубы, так называемой. Которую тоже вот я уже на термоклей посадил с пластика. Чтобы направить поток струи именно на руль. Для, ну, я так думаю, для более, на лучшее его управление. Ну, что еще хочу добавить. Сам кораблик я уже пробовал на водоеме. С собой не было камеры, чтобы заснять, как он плывет. Ну, скорость примерно, ходьбы среднего, средняя ходьбы человека. Вот такая вот скорость. Больше он не развивает. Вес у него получился приличный. 4,8 килограмма. Ну, полностью снаряженный он получился 4,8 килограмма. То ли не хватает мотора, мотора раскрутить обороты. Когда вложишь его в воду, обороты заметно падают. Вот. Ну, посмотрим. Попробуем поменять регулятор оборотов. Даст толк. А, и, опять же, повысим напряжение. Я думаю, с этим делом он справится. И будет он нормально и быстро ездить. Может, даже не придется менять мотора. Так, ну, давайте еще покажу именно работу мотора в воде. Чтобы по звуку вы определили, посмотрели, насколько падают обороты именно с батареи. 7,4 вольта 2С. И регулятор тоже, который не дает нам возможности повысить напряжение. Так, положили кораблик мы в воду. Включаем его. Включаем пульт. Не знаю, тут, конечно, ничего не видно. Казак. Пытается выгребить, и, конечно, видно, да. Давайте чуть-чуть приподнимем. Слышно, да, как обороты начинают падать. Сейчас мы еще больше сделаем. Тяга есть, как чувствуется, что он тянет. Руль работает тоже нормально. Поворачивается. Поворачивается. Вот так вот оно получилось. Ну, следующее видео сниму именно на водоеме. Посмотрим, как он будет плыть. Попробуем на разных винтах поплавать. На этом аккумуляторе. Ну, а в будущем будем его модернизировать. Всем спасибо за просмотр. Кому интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok